К нашему эфиру присоединяется российский политолог, организатор марша несогласных комитета солидарности с Майданом Ольга Акурносова. Здравствуйте, приветствую вас. Добрый день. Ольга, ну и вот первый вопрос. В России прошли местные выборы. В 14 регионах выбирали губернаторов, в 6 местных парламентов, в 12 муниципальных депутатов. Что показал этот день? Ну, он показал, что даже в такой ситуации есть люди, которые голосуют за кандидатов, выступавших против войны. Даже в сегодняшних условиях такие люди есть. Таких людей не очень много, но и, собственно, явка на разных выборах была разного уровня. Например, в Москве проголосовало 30% избирателей, но это лишь с участием электронных депутатов. Без его учета на участке пришло только 10%. Поэтому в разных регионах по-разному люди реагировали на то, что идут выборы. Ну, понятное дело, что все действующие губернаторы были переизбраны. Собственно, на что-то другое не стоило и рассчитывать. Но, тем не менее, какая-то активность, она есть. Мы сегодня обсуждали уже новость о том, что муниципальные депутаты в Москве и в Питере обратились с письмом, с заявлением открытым о том, что Путину нужно было бы уйти, выказали ему недоверие. Скажите, пожалуйста, это по-вашему какая-то игра? Или, может быть, депутатам позволили делать такие заявления? Но поскольку мы же видим, как за решетками оказываются любые несогласные, любые люди, которые просто выходят даже с чистым белым листом на улицу и говорят, что они против войны. А само слово «война» даже запрещено. И вот тут вдруг мы слышим такие заявления на муниципальном уровне от представителей народа. Вот как к этому относиться? Ну, к этому относиться так, что люди, которые занимаются политикой в сегодняшней России, ищут способы, каким образом можно свою позицию высказать. А я напомню, что инициаторами этой истории выступил Смольнинский муниципалитет Петербурга. Он изначально был оппозиционным, собственно, именно поэтому они не переизбрали главу муниципалитета, который был от «Единой России». И, соответственно, он перестал давать им возможность собираться в муниципалитете. И они больше года собирались на ступеньках. И, собственно, на ступеньках муниципалитета, хотя с кворумом, но приняли вот то самое первое решение, по которому они обратились в Госдуму с требованием инициировать импичмент Владимира Путина. А уже потом вокруг этой инициативы выросло уже чуть более мягкое письмо. Что произошло после этого с этим муниципалитетом? Хотя прокуратура еще в 21-м году, то есть год назад, обращалась в суд, что его надо распустить, потому что, собственно, он не собирается, хотя он собирается, но не в помещении, к которому у него нет доступа. Но суду год до этого не было никакого дела. Но вот сейчас, сразу после того, как это письмо появилось, сразу же суд рассмотрел и разрешил губернатору Петербургу Александра Беглова Беглову распустить этот муниципалитет. Посмотрим, когда и как будет делать это уже губернатор. То есть можно сказать о том, что в политических кругах, даже на муниципальном уровне, так сказать, лед тронулся. Уже нет тех, кто боится. Есть больше людей, которые готовы открыто заявлять о своей позиции и которые прямо указывают на то, что правительство Путина привело к тому, что страна оказалась в войне и ведет неправомерные действия на территории другого государства. То есть, наверное, можно будет говорить о каких-то массовых протестах, о том, что люди все-таки перестанут бояться и будут выходить. Но пока все-таки это те люди, которые с первого дня протестовали против, потому что те же самые депутаты, они уже пробовали разные способы и писали разные письма. Я имею в виду Смолинский муниципалитет и другие оппозиционные депутаты. Просто это вот инициатива, которая объединила оппозиционных депутатов для того, чтобы высказать свое мнение. Потому что, конечно, находиться, ну пускай на маленьком уровне власти, но все-таки уровни власти, даже муниципальные, в такой кошмарный период собственной истории и молчать невозможно. Поэтому понятно, что люди активные, люди молодые, которые занимаются вот этой муниципальной политикой, они ищут способы самовыражения. Понятное дело, что что будет дальше, большой вопрос. Собственно, возможности, как вы правильно сказали, публичные мероприятия проводить невозможно. Как дальше высказываться и удастся ли нащупать какую-то эту дорожку? Или нас ожидает еще, ну казалось бы уж куда больше, цензура просто практически тотальная введена. Но вот посмотрим, удастся ли вот эту какую-то дорогу, тропинку нащупать, чтобы дальше куда-то двигаться в протестном направлении. А вот эти вот местные выборы, что они показали? Пришло ли больше новых, свежих лиц, людей, которые готовы менять что-то даже на местных уровнях? Ну, смотрите, это были очень тяжелые выборы, потому что, например, в Москве практически всех оппозиционных депутатов просто снимали, просто с каким-то диким количеством. Более ста депутатов были сняты, причем, сказать, на каких основаниях. Если вы помните, в России был введен такой закон, который приравнивал к экстремистской символике, ну, например, логотип умного голосования. В результате кандидаты, которые когда-то там давно у себя на странице какой-то опубликовали логотип умного голосования, вот здесь в скоростном порядке были признаны теми, кто демонстрирует экстремистскую символику, и на этом основании им на год запретили выдвигаться куда бы то ни было. Это просто была массовая история на московских выборах. Но есть и другие интересные вещи. Ну, например, в Тверском районе, наверное, вы уже тоже про это слышали, и избралась с депутатом девушка, которая находится под домашним арестом. Она там с застройщиками боролась у себя в районе, против нее возбудили уголовное дело, и, находясь под домашним арестом, она смогла переизбраться в депутаты. Ее команда так хорошо поработала, что даже домашний арест ей не помешал. Насколько можно говорить о честности этих выборов? Ну, как тоже уже много раз говорилось, тот закон об электронном голосовании, который был принят, он абсолютно непрозрачный. И возможности верифицировать те голоса, которые подаются на электронном голосовании, фактически нет. Например, партия Яблоко подавала такой запрос, чтобы иметь возможность проверять ход электронного голосования, но ответа на него не получила, в том смысле, что кода доступа так они и не получили, потому проверить, как шло электронное голосование, не представляется возможным. Поэтому я думаю, что как раз вот этот механизм электронного голосования, он прорабатывается для того, чтобы можно было как угодно рисовать результаты. Но, тем не менее, надо всегда помнить о том, что если общественное мнение разворачивается достаточно серьезно, и когда уже не то, что там 51 голос против 49, тут, конечно, всегда можно смуклевать и подтасовать. Но когда произойдет действительно серьезный антивоенный разворот в общественном сознании, а я уверена, что он неизбежен, это вопрос времени, тогда уже любые выборы, уже когда там, условно говоря, 80 на 20, подтасовать невозможно. Опять же, есть интересный факт. Кандидатка в муниципальный депутат и коммунистка Дарья Багина хочет отказаться от мандата, который выиграл. Она утверждает, что это нечестная победа, за нее бросили голоса. Достаточно неожиданная новость, как для выборов. Ну да, потому что, собственно, КПРФ тоже выступала против электронного голосования, и, соответственно, вот этот кандидат, который победил на электронном голосовании, считает, что эти голоса, собственно, не являются прозрачными, и, как я уже говорила, они не верифицируемы партиями. Проверить, насколько действительно электронное голосование соответствует воле и заявлению, невозможно, а потому вот достаточно честно поступает уже избранный депутат, говоря, что она не считает свое избрание законным. Ну и в продолжении темы прозрачности и непрозрачности. Вот есть новость о том, что Навальному буквально запретили смотреть на адвоката. В прямом смысле слова. То есть перегородку, которая разделяла Навального и адвоката, ее заклеили пленкой матирующей для того, чтобы он не мог ни документы прочесть, ну то есть, очевидно, чтобы усложнить процесс коммуникации и изучения материалов дела. Судя по всему, Навального боится Кремль и делает все для того, чтобы максимально оттянуть и отсрочить его возвращение на свободу. Ну, то, что происходит сейчас вокруг Навального, невозможно назвать иначе, как пытки, потому что его уже который раз сажают в штрафной изолятор, и уже я потеряла счет дням. По-моему, четвертый раз его отправляют в штрафной изолятор. И, собственно, эти фотографии, которые были распространены от его видеосвязи в суде, они просто всех привели в отроки, да, и уже об этом писали, что по ним он просто постарел лет на 20, и я совершенно с этим согласна. Когда я увидела, ну, просто от этого, ну, действительно, какой-то охватывает ужас, да, как ужас, как действительно страшно он выглядит, и поэтому понятно, что берется не просто там усложнять его жизнь, да, есть задача его просто уничтожить, убить, да, не получилось убить так, ну, давайте убьем иначе. Поэтому ситуация вокруг Навального действительно вызывает не просто там большие опасения, а она очень-очень опасная, но и добавим еще сюда Гозмана, которому 72 года, и которому дали, понятно, что административный арест на вторые 15 суток, но что будет потом, тоже совершенно непонятно. Поэтому курс на уничтожение, он просматривается совершенно прозрачно. Ну, похоже на то, что действительно, как самого большого врага, Кремль воспринимает именно Навального, потому что на данный момент это тот человек, который способен вокруг себя собрать оппозицию и изменить ход развития событий внутри Российской Федерации, что приведет их к смене власти. На это по-моему. Понимаете, дело в том, что сейчас они уже стараются, как мы уже с вами говорили, уничтожить вообще все то, что шевелится, и вообще все то, что думает иначе. Именно поэтому проводили зачистку на муниципальных выборах в Москве. Навального, я бы не сказала, как того человека, который может политически вот здесь и сейчас, сегодня что-то изменить. Не так. Это, на мой взгляд, месть за то, что было уже. И некое наседание, чтобы никому другому было неповадно. Я на это так смотрю. Скажем так, Кремль придумал самую большую страшилку для того, чтобы показать пример остальным несогласным. Спасибо большое. Ольга Курнусова была с нами в прямом эфире телеканала Freedom. Российская политолога, организатор марша несогласных, комитета солидарности с Майданом. Продолжение следует...